Димом, это режиссер, он был самый первый. Естественно, Крис сидит в середине, который контролирует все это дело. В красных мокосинах, тоже не лишний человек. Ну что, Игорь, всем привет. Три года назад у нас был проект, над которым мы очень долго работали. Но фильм, это в 10 раз больше напряжения. И нам будет очень интересно сейчас представить. Это директор и режиссер фильма. Кто-то его освистывает. Вот, он, говорит, снял много хороших фильмов. Сорс-код, это исходный код, где там повторялось все события. И мы, говорит, заставили поиграть во все наши вселенные, во все вселенные Варкрафта. С первого стратегии до третьей, и в сон лов. Крис Мэтсен, кто рисует все. О, точнее, кто у нас делает все лоры, точнее, отвечающие за все сюжеты во всех играх. Поэтому он контролирует все это дело. Он тебе представляет еще одного человека. У тебя лаги есть, или мне надо быстро перезапустить? Да, у меня лаги есть, и я сейчас перезапущу себя лично. Так, давайте, пацаны, я сейчас тоже быстренько перезапущу. Да, не обещайте, сейчас все будет, там пока фильм не показывают, так что все хорошо. Включу, включу, все. Так, давай закрывайся. Так, у меня сейчас тоже картинка появится. Все, и готово. Так, все, я вернулся. Как много альянсов и орды в зале с помощью криков. Ну что ж, этот человек отвечает за все синематики, которые производит Blizzard, за все шикарные синематики. Он просто головой за них отвечает, и поэтому в фильме он будет тоже не последнюю роль играть, и будет контролировать, что все эффекты, детализация была на высшем уровне. А я, говорит, буду за всем следить здесь и рассказывать вам потихоньку. Мы даже, говорит, не стали, мы еще даже не начали съемки, поэтому, говорит, не разочаровывайтесь. И мы, говорит, сегодня вам предоставим некоторые детали и информацию о фильме. Так что, ну что ж, теперь нам сейчас Дак расскажет кое-что интересное о фильме. Я, говорит, играл в компьютерные игры, и я также снимал другие фильмы по играм, поэтому я знаком с этим. Потом рассказывать немного, что он все-таки играл в Warcraft, он даже был в гильдиях, он общался с друзьями, перенимал весь этот опыт. После игр в Вовку, у него была работа, естественно, он снимал другие фильмы, у него были шансы поработать с другими игровыми фильмами, которые он снимал. Поэтому, говорит, не беспокойтесь, у нас все будет хорошо и с Вовкой. У меня лаги начались. Бывает, не знаю, у меня нету, и у тебя рабо-ойс. А, у меня интернет, как обычно, что-то подвел. Я, говорит, также общался с людьми, поэтому... Поэтому, когда я писал сценарий, я все время консультировался и общался с людьми, которые имеют отношение к проекту. Поэтому, когда был сценарий, я давал его, его читали, и мне говорили, о, вот это классное событие, давай его оставим, или о, давай добавим что-нибудь еще интересного, чтобы сюжет не был таким скучным. Поэтому, говорит, в этом фильме, над которым я сейчас работаю, есть не только мой опыт, но есть опыт всех других людей, с которыми я работаю и прислушиваюсь к ним. Вот, теперь Крис рассказывает, как, говорит, они работали вместе над историей, где они... Как они пытались найти баланс между фильмом и самой икрой. Вот, потом... Вот, и когда мы встретились, мы, естественно, поставили перед собой цель, чтобы фильм получился хорошим. Когда мы общались, некоторые моменты мы, как бы, обсуждали и говорили, вот это должно быть присутствовать в фильме, иначе это не фильм про Warcraft. Что-то звук хренового слышно. Ну да, есть такое. Давай погромче сделаем, наверное. Но у него что-то с микрофоном, видимо. Скажите, нас слышно, когда, ну, вот такой уровень громкости? Просто мало. Я, говорит, работал над проектами, поэтому у меня, говорит, есть проекты, где, допустим, мне он нравился, а публика, когда видела и принимала мою работу, она им просто не нравилась. Поэтому я не знаю, как с этим бороться, потому что Warcraft фильм тоже, говорит, большой проект для меня и для всех, кто его ждет. Поэтому, говорит, я не хочу подвести, и поэтому, когда мы будем снимать этот фильм и когда будем писать сценарий, мы хотим, чтобы ветераны и обыкновенный любой новый человек, который пойдет смотреть его, понял суть этого фильма, чтобы все герои, которые в этом фильме будут принимать участие, чтобы они были понятны и чтобы у них каждый был свой характер. Сейчас все там публика орет, и я не понимаю. Ну, публика орет, что у него микрофон хреново. Работает. Так, стоп. Да, там орут, майк, 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 ну, типа микрофон. Говорит, расскажи, как ты начал работать с Warcraft фильмом. Ну, первым делом меня спросили, знакомы ли я с вселенной Warcraft. И я сказал, да и нет, но потом меня пригласили, и я играл Warcraft с альфа-версией. И поэтому мне приходилось каждый день как бы тратить свое время, и поэтому я знаком со всем этим. Вот, и чтобы получился хороший проект, ты должен интегрировать в игру, понимать ее цели, суть. Я даже прокачивал, говорит, своих персонажей, ходил по подземельям, ходил в рейды, которые были открыты в оригинале. Поэтому я, говорит, знаком со всем. Вот, так что, говорит, не беспокойтесь, все, кто работают над фильмом Warcraft, они все знакомы, на чем они делают все, да. Я сейчас не понял, он сказал, мы сейчас работаем с актерами, но будет CGI, то есть это поэт. Мы будем делать компьютерных персонажей, но также будут работать с настоящими актерами, поэтому те же самые орки, они будут нарисованы, но за ними будет стоять человек, то есть и capture motion будет, скорее всего. Вот, и также будут большинство сцен анимированы в компьютерной графике, допустим, лес, тот же, где живут орки и прочее. Расскажи нам немного, как ты будешь интегрировать лор в фильм и что там будет внутри нем. Он говорит, ну, у вас, у ребят, очень огромный мир Warcraft, поэтому и во всех, допустим, в самой игре есть отдельное дополнение. И для меня, говорит, это очень много, но я, говорит, постараюсь основное взять и интегрировать в этот фильм. Мы, говорит, работаем над многими сюжетными линиями в своих играх, поэтому тебе будет трудно что-то добавить в сценарий, а что-то нет. Поэтому, говорит, тебе рекомендую взять основные линии, которые знают все, и все будет понятно. Поэтому, говорит, когда ты будешь делать сценарий, постарайся, чтобы в нем все было всего по чуть-чуть, но в то же время, чтобы это не перемешивалось. Но, говорит, мы, естественно, тебе будем помогать и... Поскольку Warcraft очень огромная вселенная, мы укажем места, на чем тебе надо будет сфокусироваться, потому что трудно, естественно, выбрать то, что тебе... то, что ты хочешь показать и что знаешь ты, допустим... Допустим, у вас сейчас режиссер спросил, сколько вы времени потратили на определенную локацию. Он говорит, очень многое, поэтому то, что будет в фильме, надо будет осторожно выбирать, чтобы не получилось сфокусироваться. У нас, говорит, у меня уже есть некоторый концепт-идеи, поэтому, говорит, мы сейчас вам это дело и покажем. Дренор... Сейчас, говорит, я нажму на кнопочку, и вы это увидите. Вот, это Дренор, первый концепт-арт. Это первое, что мы нарисовали. Вот, нам, естественно, надо это все еще проработать. Вот, естественно, мы сейчас работаем над деталями, допустим, высоты, тени, тумана, окружающей среды, чтобы люди могли ощутить, что они именно там. А вот это тоже интереснее. Вы, говорит, узнаете, что это за локация? Да. Узнаете? Ну, скажи вслух. Ну, давай, угадай. Долоран? Нет, чувак, ты че? Это ж небеса. Это Долоран. Небеса Долорана. Небесный город. Вот. Давайте следующий слайд. Хотя Долоран можно, на самом деле, еще поиспринять как Диабло. Ну, ты понял, о какой локации я говорю. Да. Ну, ребят, меньше разговоров. Давайте че-нибудь такое интересное. Да, давайте че-нибудь покажите. Потому что они сейчас, в основном, используют такие слова, которые, типа, общие по значению и они мало че имеют отношение к фильму. Дэдпул, кстати, наконец-то прорвался. Спросил то, что требовалось. Ну, помнишь, вчера Дэдпул на конференции был? Ага. Но вот он сегодня все-таки прорвался к вопросу. В тера бедняга не мог. Да-да-да. Мне почему-то кажется, что они просто хотят перевести на данный момент все, что вот есть и охватить как можно большую территорию, то есть все патчи, которые выходили за это время. Ну да, он сказал, что вселенная, она вроде огромная, и как-то возьми из них всего что-нибудь интересное. Да, то есть могут, например, взять там то, с чего все начиналось, во что это выросло, также пройтись по всем патчам, например. Я не знаю просто, что они могут сделать. Вот, и сейчас говорят про, когда ты создаешь ту или иную локацию, дизайн не только должен быть красивым, но он должен гармонировать, чтобы люди узнавали его и получали удовольствие от этого. Вот, и там должен быть баланс в картинке, чтобы все это можно было принять, ну, увидеть, проанализировать и понять, что же это такое. Офигенно. Ну что, смотри на картинку. Про какую? А, вот эту. Блин, у тебя качество... А, это город Альянс, и говорит, конечно, Стормград. Смотри, вон там птицы летают. Да. Я, говорит, воспользуюсь моментом, что, когда будут снимать фильм, я буду стоять в этом городе, в самом фильме. Потому что, говорит, мы там, ну, они же, у него будет эта возможность во время съемок. На зеленый турнику обстанет, да, и снимется фильм, и там какой-нибудь Дворф сыграет. Ха-ха-ха. Так что, говорит, наши команды, которые делают визуальные эффекты, они будут на высоте. Вот, сейчас они просто обсуждают, типа, как ему снимать, под каким углом, какие локации, что показать, что нет. Но вот эта панорама на заднем плане, она просто шикарна. Вот, поэтому что-то перед камерой летает. Чел, не молчи. Ну, а что я могу сказать? Не знаю, выскажи свое мнение. Потому что мне кажется, что вот эту конференцию не стоит полностью переводить, потому что они просто все нахваливают и нахваливают. Ну, они делают здесь в основном две вещи, они нахваливают, говорят про воспоминания и говорят про хороший опыт, который получили игроки, чтобы они смогли увидеть этот опыт, все те свои достижения, которые они проходили, да, то есть во всех подземельях, да, там, вообще путешествуя по вселенной World of Warcraft. И все это должно показать людям в фильме, но с, скажем так, глазами создателей, но чтобы они увидели там себя. Как-то вот я это так вижу, насколько я понимаю. То есть примерно об этом они и говорят, вот, мне больше нечего здесь просто добавить на самом деле. Так, сейчас поговори, пожалуйста, на такое интересное предложение пришло. А именно. С краеву глянь. И. Ну, как ты думаешь, что делать? А смысл? Ага. Мы вдвоем-то не знаем, что говорить. Вот, может быть, из-за этого. А вот, так что вот так вот. А, кстати, на самом деле, вот даже про те же самые вылеты, вайпы, баги, все это прочее. Каждый игрок это переживает по-своему. Это же тоже память. Иногда, например, вот представьте раньше, там вот, вы прошли до Аникси и уже почти убили, и вдруг вы вылетаете. Неизвестно куда, неизвестно зачем. Да, и все, и... Это облом. Сколько раз люди проваливались там. Сколько всего вот этого. Это же тоже весело. Что? Что? Это очень круто, да. И Майя работал на Аватаре, и также на Апокалиптое. Так что я думаю, что за то, что мы пытаемся сделать, она была просто лучшая, лучшая человек. Ну, вот этот бородатый чувак рассказывает про свой невероятный опыт, когда он был в гостях на съемках Аватара, как он за этим всем наблюдал, и что он там свой блокнотик все записывал, и как это он потом будет использовать, допустим, наработанный свой опыт в Варкрафте, ну да, в фильме Варкрафте. Да, абсолютно. Поэтому, говорит, вот такая вот сэйя. Пол Хирш, который я работал с Сорс Кодом. Он уникальный состав работы. Он работал на Эмпире Страйкс Паке. Он был Иоскар Рэй. Сейчас он рассказывает, как он над предыдущим своим проектом работал. Исходный код. Мы, говорит, вложились целиком и полностью, выиграли Оскар. Поэтому во время работы над фильмом мы обращали внимание на все мелкие детали, и в результате у нас все хорошо получилось. Ну да. Ну да. Кстати, говорит, поговорим о орках, как они будут себя вести, как у них будет внешний вид, как они себя будут вести, как люди вообще примут их. Ну что же, говорит, я, говорит, как дизайнер, художник, мы, говорит, всегда выкручиваемся из этих ситуаций. Вы, говорит, видели все наши фильмы, вступительные ролики. И нам, естественно, что надо продумывать все свои детали, и, естественно, все начинается с концепта, и затем мы все это дело продумываем, обсуждаем, и в результате у нас получается очень хороший результат. Так что, говорит, не беспокойтесь, мы вместе вот с этим дяденькой проследим, чтобы орки были на топовом уровне, чтобы они вам понравились. Мы используем, естественно, много современных технологий, к примеру, Motion Capture, это когда вам всю морду разрисовывают зелеными, красными точками, зелеными точками. Ну да, полный захват вашей лицевой мимики. Или, допустим, когда человека наряжают в зеленый костюм и клеят на него банки круглые. Все эти технологии мы используем, и вся эта техника идет нам на благо. Так что, к примеру, Avatar, как они использовали, как они там все это дело снимали, все эти эффекты генерировали. Поэтому, когда мы работаем с другими проектами, с другими компаниями, мы все это дело, естественно, учитываем, копим наш драгоценный опыт, чтобы в конце сделать хороший фильмец. Когда мы будем делать окружающую нашу среду, мы, естественно, будем использовать компьютерные технологии, но мы будем стараться делать на основе наших артов, которые мы вам только что показывали. И в то же время мы будем стараться сделать, чтобы это казалось реалистичным, и чтобы бывалые игроки узнавали эти локации. И когда вы будете, естественно, смотреть данный фильм, и вы будете ощущать себя, что вы внутри того или иного события, точнее, что вы присутствуете в этом фильме, и что для вас это не просто фильм, а во что-то вы играли, и что вы узнаете. Что-то маленькая частичка вашей жизни. Они сейчас просто сидят комплиментами, обмениваются, может, все-таки пойдем на другую панель смотреть. Проблема, что там вопросы. Тем более, что у нас по расписанию презентация фильма от Варкрафта. Вот, ребят, но главное еще успеть на живые матчи в Heroes of the Storm. В героев. Да. И... А нам будет 2 часа. То есть 4-5 часа. Я думаю, что одна из самых важных вещей в том, что принимать франшизы, в этом фильме, это как вы партнеры с франшизами. В нашем случае, конечно, мы. И я думаю, что что Legendary делали хорошую работу, что они всегда очень коллаборативны. Но я думаю, что это будет хорошо слышать от вас о работе с Blizzard, о том, что это было бы в результате, и как мы были виноваты. Ну, я имею в виду, что Крис сказал. Я думаю, что это было кизмит. Когда мы сначала начали говорить, и я тебе дал мой пидж, что это было бы в том, что ты думал, что это было бы в таком виде, было реально, что это было бы в жизни. Это будет хорошо. Я не буду бороться через это. Мы все уже в одной стороны. Я сейчас в мысли... Глянь пока. У меня пока... Поскольку я потерял мысль, о чем мы не говорили, поэтому извиняйте. И я думаю, что это же самое происходит на арте, да, Билл? Я имею в виду, когда мы говорим об оборудовании, то есть поддержки, чтобы создать это в их ДНР, и они знают что-то, это просто-секонно. Это просто-секонно. Это просто-секонно. И сейчас опять-таки главный дизайнер по фильмам говорит, что не волнуйтесь, мы добавим свой фирменный стиль в этот фильм, и он получит... Естественно, в фильме будет присутствовать много стиля Варкрафта, будет очень много эпичных сцен, которые вы привыкли видеть в трейлерах, много экшена, если это так можно сказать. Чувак, кому-то не тебе, давай. Ну что ж, говорит, что самое трудное для тебя, Билл? Ты не почувствовал? Да какая разница? Какое трудное для меня будет это, когда вы мне скажете, сегодня первый день съемок, и, естественно, первый день съемок это всегда волнительно. Вот. И новые люди, которые придут на съемочную площадку, мы должны будем сделать необыкновенный, дать старт. И самое главное для меня, естественно, было это собрать команду, которая понимает, над чем она будет работать, и что она будет делать во время съемок данного фильма. Когда мы закончили, мы оставим сцену, довольно часто все, что вы увидите, это кусочек сетов, много белых скриней, несколько человеческих шагов, и мужчины в пажамах, и маленькие светлые. Это должно быть перевернувлено. Чтобы это сделать правильно, мы должны планировать очень хорошо, чтобы уверен, что конкретный продукт будет. Вот. И сейчас чувак нас троллит, типа что во время съемок у нас будет синий экран или зеленый, где актеры будут играть, размахивать мячами и прочим, а в конце игры вы увидите шикарную картинку, сделанную в компьютерную. Понял. Нет, не понял. Понял, понял. Я хочу ее заставить приводить. Ладно. Вот. И... ... 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 И, как обычно, режиссер в конце сказал, мы будем стараться написать сценарий данного фильма таким образом, чтобы он понравился вам, и чтобы он выглядел таким, как вы его хотите увидеть в конечном результате, в итоге. Итак, я знаю, но вы всегда в Твиттере, что вы хотите побольше, чтобы увидеть что-то. И, понимаете, вы сделали что-то особенное для Comic-Con, и я думаю, Лиз Ком, который о фильме знает довольно много, по крайней мере, он писал статьи для Good Game, насколько я понял, и давайте тоже послушаем, скажем так. Да-да-да, совершенно верно, все, привет. Здорово. Вообще, фильм начнет снимать зимой 2014 года в Канаде, вот поэтому главный режиссер фильма вышел в футболке, поддерживающий канадский спортивный клуб. Это специально в рамках съемок в Канаде, потому что вся большая часть съемок будет проходить там, именно. Ну, это уже говорит о том, что... Будет показывать массовые битвы, при этом еще используя опыт Аватара. Ну, понятно. При этом, ну, про сценарий фильма пока они стараются много ничего не говорить, так как у них, ну, в действительности то, что они сейчас могут публике показать, это только два трейлера, которого это один на Comic-Con не был показан. Угу. Там Орг дрался с человеком. Воу-воу-воу, тихо, там его еще не показывали. Вот, но тут была закрыта презентация этого трейлера, и там вот еще говорили, что очень много вот на Аватар ссылались. Ну, при этом, как бы, говорят, что фильм не будет похож вообще на Аватар, но будут такие грандиозные всякие сооружения, например, там в Гримаре все декорации не так, как просто в игре будут масштабом выглядеть, а гораздо больше, то есть это как-то вот пропорционально будет выглядеть, как вот человек относительно настоящего там города, да, там где небоскребы есть там или высокие здания. Вот такие примерно масштабы будут в самой игре. Ну, как, в самой игре масштаб поменьше будет казаться по сравнению с фильмом. То есть вы видели вот эту картинку Шторминга, там просто огроменные здания, и как бы будет выглядеть немного все по-другому, из этого будет казаться, что как бы немного не похоже, но это еще пока только концепт арты. Ну, ясно. Они еще будут над этим работать, там совершенствовать все это дело. Ну, то есть в теории в ближайшее время, можно сказать, будут проводиться работы, которые впоследствии превратятся во что-то грандиозное, по крайней мере, если верить заявлениям. Совершенно верно. Они просто очень много над этим работают. И вот видите, сейчас они вот основной опор на конференции делают на то, что этот фильм, ну, как можно ближе будет, ну, не только там простому зрителю, да, как бы обыкновенно все голливудские режиссеры мы говорили, а они рассказывают именно, что это в первую очередь фильм для фанатов вселенной Warcraft. Это в первую очередь фильм направлен на это. То есть там будет реалистичность и все то, во что может действительно поверить зрители, смотря этот фильм. Естественно, еще в 3D все будет, поэтому очень много декораций, которые вот сейчас продемонстрировали. Там вот город воздушный, ну, шторминг, еще показали немножко там в пустынях, но не сильно рассказали, что именно в пустынях действие будет происходить. Как бы все это говорит, ну, о том, что этот фильм все...